Привет всем из солнечной Аризоны! Сегодня 27 февраля 2019 года, 20 градусов тепла сегодня, и до сих пор люди, так называемые snowbirds, они находятся в Аризоне и коротают эти прекрасные дни вдали от их заснеженных штатов. Сидят в основном аудор-кафе, играют в гольф, теннис, гуляют, бегают, ну, в общем, проводят прекрасное время здесь, и я остановилась вот в одном из гольф-клубов возле одного из кафе, где я собираюсь сейчас пообедать, и немножечко такое болтологическое видео у меня. И у меня такая возникла мысль, что нужно мне всё-таки рассказать про свою поездку, которая состоялась в сентябре этого 2018 года. Я с собой взяла свою старшую внучку, которой 16 лет, чтобы показать ей Россию, чтобы показать ей Москву, Санкт-Петербург, какие-то другие места, чтобы сводить её по всем тем местам, в которые я влюблена в нашей родной России. Эти музеи, эти Петергоф, Зимний дворец, Красную площадь, всё, что находится на Красной площади в Кремле, оружейную палату, алмазный фонд и так далее и тому подобное. И я до сих пор, приехав уже сколько, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, почти 5 месяцев прошло, я до сих пор живу воспоминаниями этой поездки, и моя внучка также живёт воспоминаниями этой поездки, и она до сих пор говорит, что вот она теперь так влюблена в Россию, что она даже хочет жить в России, что несмотря на то, что она собирается поступать в университет здесь, в Америке, что она хочет провести один год и поехать, и учиться, естественно, она хочет поехать учиться в Москве, в МГУ, значит, проучиться хотя бы один год в нашем российском, московском государственном университете. То есть впечатление осталось море, любви море, я такая счастливая, что моей внучке, что она влюблена в Россию. Мы, конечно, долго обсуждали нашу поездку в Россию, моя внучка была взволнована, она ждала с нетерпением этого месяца, когда мы вместе поедем, когда нам, как говорится, нашей любви бабушке слаж внучке никто не будет мешать. И я тоже не могла дождаться этого времени, я пропланировала всё буквально, у меня такая была специальная тетрадь, я пропланировала каждый день, не только каждый день, я пропланировала каждый час, куда мы пойдём, во сколько мы туда пойдём, что мы будем смотреть, где мы остановимся, где мы будем кушать, какой транспорт мы будем использовать. То есть я подготовилась основательно, в общем, подготовилась основательно. И когда мы были в аэропорту в Нью-Йорке, у меня такая гордость была, что вот это моя страна, Россия. И когда мы пришли на наш гейт, откуда наш самолёт должен был отправляться в Москву, и через окно мы увидели большой, огромный лайнер, на котором было написано «Аэрофлот». У меня столько чувства гордости, столько вот счастья, что это Россия, это моя Родина, и мы с моей внучкой туда едем, и я ей покажу всё самое лучшее, что там есть, всё, что я люблю. Москву, Санкт-Петербург, какие-то другие города, какие-то музеи, которые я любила, которые я ходила несколько раз, ездила в Санкт-Петербурге, это Петергоф, это зимний, летний дворец, какие-то другие. Но у нас не было так много времени, чтобы ей показать всё то, что я люблю. Поэтому я составила, значит, наш почасовое присутствие в России, куда мы поедем, какой транспорт мы будем использовать, в каких ресторанах мы будем кушать, какие гостиницы, в каких гостиницах мы будем останавливаться. То есть я подошла к этому очень серьёзно. С самого начала, как мы сели в самолёт, моя внучка с такими широкими открытыми глазами наблюдала, слушала, старалась говорить по-русски. Кстати, я хочу сказать, что перед тем, как нам лететь, она единственная из моих трёх внуков, кто более-менее разговаривает по-русски. Ну, они как-то все, в принципе, понимают, но она понимает больше всех. И, значит, разговорный русский у неё тоже более-менее неплохой по сравнению с остальными, значит, сёстрами и братьями. И она специально готовилась. Она пошла на онлайн на YouTube и нашла, значит, сайт, где она готовилась, ещё дополнительно изучала русский язык для того, чтобы ей лучше разговаривать, когда она будет в России. Но я хочу перед тем, как рассказать о впечатлениях своей внучки, я хочу рассказать о своих чувствах, какие чувства у меня были. Это вот было, опять же, за несколько месяцев до того, как я составляла этот план, как я представляла всё, куда мы с ней пойдём. У меня такое волнение было. Вот представь, я даже не могу вам передать это волнение. Одно дело, когда ты летишь сам, но другое дело, когда ты везёшь своего родного человека, особенно вот эти вот чувства бабушки, что бабушка повезёт свою внучку, и никто вот этой любви будет, значит, мешать, никакие родители, мама, папа, что что-то не так сказала бабушка, как-то что-то не то рассказала, во что-то не то посвятила, никто этому теперь нам не будет мешать, и я только буду наслаждаться общением с внучкой, и всё сокровенное, что есть в моей душе, всю мою любовь к моей родине я могу ей передать, где нам никто не будет мешать, и мы будем только вдвоём. Мы сели, когда в самолёт, и она увидела этих русских наших красивых молодых стюардесс, как они разговаривали, как они нас обслуживали, ну, в общем, всё это было для неё такое новое, и я вместе с ней как будто бы заново переживала вот эти чувства встречи со своей родиной, хотя я, конечно, почти каждый год езжу, но вот это чувство, это было как будто всё заново вместе с ней. Когда мы прилетели, приземлились в Москве, это было утром, около 7 часов утра, и она могла видеть, когда мы приземлялись сверху, этот огромный город, который находится как бы очень много лесов, очень много зелени, она всё это видела, реки везде, она всё говорила, «Вау, вау, как красиво! Вау, баба, лук, лук, как красиво здесь, как красиво там!» И, в общем, мы остановились, конечно, в очень хорошей гостинице, на Тверском бульваре, в очень хорошем люкс-номере, и не могу передать, вот каждый наш шаг, каждое наше присутствие на этой прекрасной российской земле, всё её впечатляло, она всему радовалась. «Баба, смотри, вот, а люди, мне так нравится, что люди не улыбаются, всё время вот эти улыбки натянутые, мне нравится, что они, если они радуются, они радуются, если они не хотят улыбаться, они не улыбаются, то есть выражение лиц соответствует тому, в каком настроении пребывают люди». Почему-то это вот первое, что бросилось в глаза, и вот это всё ей очень нравилось. Хотя мы, которые уже пожили за границей, приезжаем, нам первое, что бросается в глаза, это то, что все люди хмурые, что они не улыбаются, и нам кажется, что вот они такие суровые и неприветливые, а вот ей почему-то как раз-таки вот эта черта наших людей и бросилась в глаза, и понравилась. Она говорит, что не надо притворяться, что люди ведут себя так, как они чувствуют. Ну, куда мы ходили? Мы сходили в оружейную палату, мы сходили в «Алмазный фон», посмотрели. Конечно, мы прошли по всей Красной площади, много впечатлений. Я старалась её сводить в рестораны, такие как украинская кухня, там, кавказская кухня, чтобы она увидела, чтобы она поняла, насколько наша страна многонациональная, многокультурная, и как все народы на самом деле живут, уживаются, и как всё-таки это прекрасно. И несмотря на то, что Америка — это тоже многокультурная, многонациональная страна, но здесь всё-таки в основном люди — это приезжие люди с других стран, которые начинают вживаться, стараются вжиться в американскую жизнь. А Россия отличается тем, что более ста разных национальностей — это все коренные национальности, которые испокон веков живут на этой территории. Мы все переплетены, мы все друг друга любим. У нас кухня, у нас обычаи, мы знаем и уважаем эти обычаи. То есть я её водила везде, чтобы она посмотрела, чтобы она попробовала, и она всё время «вау!» Вот это её «вау!» постоянно преследовало нас, куда бы мы ни приходили. В Санкт-Петербурге мы поехали, поскольку у нас не так много времени было, в принципе, мы съездили в Петергоф, мы там всё обошли. Вот что мне, знаете, очень понравилось, что в Петергофе, она всё-таки иностранка, и в Петергофе для иностранцев всё в первую очередь, значит, мы прошли, значит, во дворец Петергофе, в первую очередь, и она, за неё я не платила, что-то мне глаз дёргается, я что-то расстроилась, подождите. Ну, не проходит мой глаз, буду разговаривать так. Значит, что мне понравилось в Петергофе, когда мы с ней приехали, это то, что для иностранцев вход в первую очередь, то есть без очереди. Конечно, люди могут сказать, ну да, вот это для иностранца, у нас всё вот так вот показушное, но на самом деле это очень хорошо, что люди из других стран, это перелететь через океан, и у них всегда очень мало времени, чтобы посетить все самые лучшие места в России. То есть им это даёт возможность более ускоренным путём пройти по самым лучшим местам и увидеть, как прекрасна наша страна, как прекрасна наша история. Ну так вот, плюс, более того, она, поскольку она являлась, значит, когда мы поехали, ей немножко несколько месяцев не хватало до 16 лет, то есть у неё билеты были бесплатные вообще, вход был бесплатный. Ну, значит, это вот мы Петергоф, мы целый день там провели, гуляли, outside, inside, значит, внутри дворца, вокруг все эти фонтаны прошли, всё это, все эти аллеи, все посмотрели. Потом мы, значит, были в Зимнем дворце, конечно, обязательно она посмотрела Зимний дворец. Но опять же, везде вау-вау, картины. Вот это она, когда я её спросила, ну что, какой город тебе больше понравился, Москва или Санкт-Петербург? Она говорит, Санкт-Петербург такой красивый, там столько много историй, lots of history there. Но Москва, говорит, мне больше понравилось по духу, по атмосфере, столько много людей, столько много бизнеса, вот эта энергия чувствуется в воздухе. Она говорит, баба, я обязательно, когда я поступлю в университет, но она же собирается поступать в университет здесь, я обязательно хочу хотя бы один год проучиться в МГУ, в Москве, в Московском государственном университете. И теперь это моя мечта. Я так полюбила Россию, так полюбила Москву, я так полюбила людей, культуру и еду, и всё-всё-всё. У меня даже есть желание приехать сюда и жить. И вот когда она мне это сказала, я сразу вспомнила, вот сразу я вспомнила книгу, которую я прочитала, когда я только переехала в Америку в 2001 году. Написал её Таратута. Это, ну, он в бывшем, известный журналист, который несколько лет прожил в Америке со своей семьёй. У него даже передача на телевидении была тогда, когда, по-моему, называлась Таратута Америка вместе с Таратутой. Так он описывал семьи бывших выходцев из Советского Союза, с которыми он здесь встречался в Америке. И вкратце он описывал их историю, как им здесь живётся, какие мысли их посещают о бывшей родине. И я почему-то запомнила особенно одну историю, которую он описывает. Это глава семьи Армянин, который во время Второй мировой войны каким-то образом, вот я не помню, потому что я читала эту книгу давно, он оказался в Германии, и после окончания войны почему-то он решил не возвращаться в Советский Союз, а он уехал в Америку и осел в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, и там, значит, построил свою жизнь. Жена у него, значит, женился он на русской женщине, и у них, значит, дети, и вот несколько внуков, и один из внуков, однажды съездив в Россию, я не помню, то ли это он в Советский Союз, скорее всего, это был тогда ещё Советский Союз, он съездил туда, он влюбился, значит, в Россию, когда он вернулся назад, он сказал, что я себя вижу только там, и моя жизнь будет проходить там, я уезжаю, и, короче говоря, собрался и уехал, и до сих пор он живёт в России, по-моему, даже он стал каким-то композитором там, вот я не помню, но факт тот, что, пожалуйста, дед когда-то уехал оттуда, а внук, однажды съездив, это, наверное, в Генах, он сказал, что он будет жить только там, и когда мне внучка такое же самое сказала, я вообще даже не ожидала, но я, конечно, показывала, я с такой душой, с такой любовью всё ей показывала, рассказывала, воспоминания какие-то свои рассказывала о данных местах, когда мы где были, когда я была, что я думала, что мне нравится, и вот, я не знаю, может быть, это так её впечатлило, и плюс, когда она всё это увидела, и она почувствовала, что да, это может быть её быть, жить в России, и я и сказала, ну тогда, тогда, ну тогда, ну тогда ты должна учить русский язык и знать его так хорошо, чтобы чувствовать себя, как рыба в воде в России, потому что твой русский язык, он, он, конечно, желает оставаться лучшим, вот, ну что ещё, да, и мы, значит, были в Москве, потом в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербурге, мы же в гостинице на Несском проспекте, и когда мы вернулись назад, это было, по-моему, это было 14 сентября, или 15, 14, я заранее взяла, ещё будучи здесь в Америке, вот опять же, будучи здесь в Америке, я взяла все билеты и в Оружейную палату, и в Алмазный фон, и в Кремль, и в Петергоф, то есть, это такое прекрасное время, когда через интернет можно, ну, буквально облегчить себе и сделать более комфортным поездку в любую страну, вот так меня муж возил в Италию, когда он взял все билеты, будучи здесь в Америке, и мы никогда никаких очередях не стояли, когда в Италии мы посещали очень много музеев, мы никаких очередях нигде не стояли, то есть, у нас были на руках билеты с баркодами, мы сразу без очереди проходили, и в Ватикан, и, ну, в общем, везде-везде-везде, так же я сделала, то есть, у меня уже был опыт, я посмотрела, как когда-то он меня возил в Италию, так же точно сделала теперь и я, я все билеты взяла заранее, и на Сапсан из Москвы, Санкт-Петербург, это скоростной поезд, самые лучшие люксорные места я взяла, то есть, там у нас был и завтрак, и обед, бесплатный, и особое обслуживание, и моя внучка там даже успела выспаться, там очень шикарные, прекрасные, раскладывающиеся, комфортные кресла во весь рост, она у меня там и поспала, и поела, и посмотрела в окно, какая прекрасная Россия, какие леса, какие деревья, какое небо, то есть, какие пейзажи, пока мы на этом Сапсане ехали, вот, и то есть, мы с ней везде, вот просто вот раз-раз-раз-раз, везде проходили, быстренько, без всяких задержек, без всяких очередей, и когда мы вернулись назад в Москву, у нас уже оставались сутки, и это было, по-моему, сентябрь 14-го, да, потому что мы 15-го сентября, уже улетали рано утром, а 14-го, это было воскресенье, и мы пошли на оперу Бориса Годунов, Борис Годунов, в Большой театр, опять же, у меня были заранее билеты на портер, мы сидели в четвертом ряду портера, почему я взяла билеты на оперу, потому что внучка моя, она очень, музыкальная, она занимается в частной школе, в школе музыкальной, здесь в Америке, директором и учителем, которая, директором, которая является женщина, которая именно, значит, преподает по старой школе, вот, советской, советской, старой школе, и она является, значит, онером, и является учителем, и вот она уже много лет, значит, учит мою внучку музыки, то есть, это совершенно разный подход, так как учат здесь американцы в музыкальной школе, и как, когда мы, потому что я тоже заканчивала музыкальную школу в советское время, и так как нам ее преподавали там и теория, и практика, и все-все-все, и постановка рук на клавишах, ну, в общем, это старая школа, и я очень счастлива, что мы, что вообще-то я нашла эту преподавательницу для нее еще тогда, когда я жила в Гомахе, в Небраске, и вот до сих пор моя внучка, значит, обучается уже много лет с этим учителем, и она очень любит оперу, она очень любит музыку, классическую музыку, и я специально поэтому взяла билет, и мы пошли с ней, чтобы она посмотрела, что такое все-таки Большой театр, всемирно известный Большой театр, чтобы она услышала всемирно известную Борис Годунов и такую костюмированную, прекрасно костюмированную оперу, посмотрела, какие костюмы были в то время, значит, ну, в общем, в общем, в общем, это было спектакулор, и мы сидели с удовольствием смотрели эту оперу, и на перерыве мы, конечно, выходили в этот знаменитый буфет Большого театра, и мы там ели, конечно, икру, и всякие там очень красивые, очень вкусные сладости, ну, вот, что единственное, мне немножечко, как бы, не то, что не понравилось, потому что я была несколько раз до этого в Большом театре и на операх, и на балетах, на балете, вот, что все-таки вот этот буфет как-то сделан, столики все заняты, на столиках стоят такие, значит, маленькие объявления, что вот для такой организации, для такой организации это зарегистрированы столики, а все остальные люди должны просто стоять где-то в стороне, после того, как они взяли все им на тарелочку, положили, значит, стоят в стороне, из этих тарелочек кушают и держат, и все это неудобно, потому что кто-то взял какой-то напиток, кто-то взял шампанское и в другой руке, значит, держать и это все откусывать, ну, в общем, это ужасно неудобно, я не знаю, почему они побольше столиков там не поставят, чтобы все-таки это Большой театр, это, конечно, это лицо, будем говорить, театральное лицо, лицо российского искусства, и мне кажется, что превращать слишком это такое в коммерческое очень сильно относиться к этому коммерчески, ну, это немножечко неправильно, столько мы сделали фотографий, видео, когда мы приехали домой, моя внучка до сих пор, вот уже сколько месяцев, прошло 5 месяцев, она до сих пор время от времени выкладывает на свой инстаграм, еще там на какие-то свои социальные сайты фотографии России, и каждый раз она обязательно там где-то подпишет, что, как я скучаю, мои воспоминания, как я мечтаю опять поехать туда, или какое прекрасное место, вот такой-то, такой-то, вот, ну, фотография о чем-то говорит, и вы знаете, вот что я еще заметила, когда она приехала, вот все ее подружки в школе там, где-то какие-то соседи, ну, в общем, все они с таким восторгом на нее, вот, до сих пор смотрят и слушают, как она им рассказывает, то есть здесь люди очень-очень сильно заинтересованы в культуре других стран, очень сильно заинтересованы, то есть все, что необыкновенное, что какое-то придает специфическую идентичность другим людям, другим культурам, американцы очень любят, и их воспитывают с детства, прививают им любовь к другим культурам, вот это мне очень нравится, потому что столько отзывов вот на эти фотографии, вот эти вот тинейджеры оставляют, и моя внучка чувствует себя, что вот она побывала в России, у себя наручную, в месте, откуда ее истоки, откуда ее корни, ну дай Бог, чтобы она внедрила, воплотила свою мечту в реальность, и чтобы у нее получилось когда-то приехать, побыть, поучиться, а может быть даже и остаться там, я бы, я была бы этому очень рада, опять же хочу сказать, что здесь, в Америке прекрасная жизнь, я сюда попала не для того, чтобы изменить, улучшить свою жизнь, я сюда попала, потому что здесь мои дети уехали, они решили здесь остаться, замуж, повыходили, я решила, ну что же я там, буду одна, вот, переехала я сюда, но сердце мое, мое сердце, моя любовь, все равно там, все равно там, где я выросла, все равно там, на моей родине. Субтитры сделал DimaTorzok